Центр избирком Чувашии в пятницу вечером завершил прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики. Пять партий – Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия и Яблоко – будут зарегистрированы вне всякого сомнения. Еще две партии – Партия Роста и Коммунисты России – документы не подали. Гражданской платформе для регистрации не хватает подписей. Российская партия пенсионеров за справедливость и Патриоты России – документы представили. Сейчас идет проверка подписей в их поддержку. Председатель ЦИКа Александр Цветков рассказал и о других нюансах выборного процесса. У нас во время выборов выполняем основные задачи от проведения выборов, но есть еще важные государственные задачи. Одна из них – это воспрепятствование проникновению криминала во власть. Вот сейчас и законодательство поменялось, и была проведена огромная профилактическая работа, разъяснительная с партиями. И в целом ситуация очень даже неплохая. Ряд партий, они изначально заявили, что категорически не будут выдвигать. Даже тех, у кого когда-то была судимость, они отказались от выдвижения. Это Единая Россия, ЛДПР, некоторые непарламентские партии. Но вот в бочке меда ложка дегтя всегда бывает. Особенно смущает, что две другие парламентские партии – это КПРФ и Справедливая Россия – в своих списках и среди своих одномандатников имеют кандидатов, у которых были в свое время проблемы с законом, у которых есть судимости. Я считаю, что те партии, которые провозглашают себя сторонниками государственных ценностей, они должны более щепетильно и более ответственно подходить к формированию своих списков и к выдвижению кандидатов. На сегодняшний день мы все материалы полностью на этих кандидатов отправили в МВД Почувашской Республики. Сейчас идет проверка и в случае выявления сокрытия судимости мы будем уже ставить вопрос о том, чтобы этих кандидатов исключали из списков.